Из-за того, что я не очень люблю итальянскую кухню и редко ее готовлю, в общем, макароны называю макаронами, а не пастой по-гламурному, знаете, как в ресторанах, как все уже привыкли это все делать, то, соответственно, и одно из итальянских блюд я начал анализировать и понял, что оно вовсе не итальянское, а наше. Ну, плюс-минус, да, там, чтобы споров не было никаких. Русско-украинско-белорусское, вот так скажем, все вокруг одного и того же, из тех же ингредиентов все так же, но называется галушки, друзья. Значит, вот смотрите, что у меня есть. Картофан, отварной, отварной, вот так, наверное, 4 нам картошечки. Раз, два, три, четыре, еще одну, все остальное пусть дальше в нагретом состоянии стоит. Ну, то есть, нужно очистить ее, чтобы не было кожуры. Как только картошка вся оказалась очищенной, значит, быстренько нужно ее подсолить и вилочкой размять до однородной массы. Вот, вы знаете, можно, конечно, заморочиться, там, протереть ее через сито, пробить блендером, еще что угодно, крахмал из нее выделить. Я особо не парюсь. Галушки же дело такое, домашнее, бабушек-то не было ничего, быстренько, но главное, какой гарнир к ним подашь, вот это вот наиважнейшая вещица. В общем, поэтому, смотрите, все делаю на глаз, по сути, здесь где-то 300, что я гадаю, значит, 600 минус 200, ну, 400 граммов, значит, картофана, соль, чуть больше соли. Значит, яйца две штучки, значит, два яйца, картошка у вас все равно будет не очень горячая, поэтому не бойтесь, яйца холодные из холодильника остужают ее. А теперь мука. Мука. Давайте вот сюда. Буду отмерять, чтобы потом не было вопросов, мол, сколько муки-то там было. Значит, столовыми ложками мы меряем. Раз, два, три. Теперь делаем тесто и по мере, так сказать, загущения будем добавлять еще. Галушки бывают нескольких видов. Они бывают творожные, творожные сладкие, творожные не сладкие, бывают картофельные, бывают тыквенные, бывают даже капустные, ну, то есть овощные, творожные, сладкие-несладкие. В общем, все, что у итальянцев, это называется ниокки, да, вот картофельные. У нас картофельные галушки. Все, и вот добавляем муку до тех пор, пока у вас не получится эластичное тесто. Мягкое, мягкое, эластичное тесто. Если сделать и густое, при варке оно деревенеть начнет. Хотя, в принципе, в итальянском варианте, ну, вот, ниокки как раз-таки такие, ну, плотные, не совсем, скажем, нежные. Значит, кто-то делает пожиже, кто-то делает погуще, но идея такова, что ниокки, конечно, нужно делать погуще и раскатывать их пальцем. У меня даже досочка где-то валялась дома. Галушки тут, значит, на любителя. Масла, ой, вернее, масла говорю, муки и яиц здесь уже довольно много. Ну, то есть достаточно для того, чтобы они держали форму. Ну, у меня здесь как раз вот остатки. Высыпаю и все. Больше добавлять не буду. Тесто мягкое, мягкое, мягкое получается, очень мягкое. Этого будет достаточно для картофельных. Во всяком случае, мы же должны еще и чувствовать картошку, не забывайте об этом. Пока у меня настаивается. Сейчас тесту дам немножко постоять, чтобы клейковина завязалась. Вместе с картошечкой все объединилось. Перчик не забываем. О, нежное, нежное, мягкое, мягкое тесто какое получилось. Все, даем постоять. Так, вот это нужно вот так сделать. Вилка нам не понадобится. Сейчас надо воду подготовить. Воду для галушек фильтрованную используем. У кого нет аквафора, значит, те из-под крана с хлорочкой. А если есть желание изменить свою жизнь, например, как я, но тут даже, знаете, когда я не рекламирую аквафор, я все равно лью воду из-под фильтра, который у меня стоит под раковиной. Потому что, когда привыкаешь к хорошему, когда привыкаешь, что вкус еды – это вкус еды, а не вкус хлорки, тяжелых металлов из крана, да, тогда все меняется за один раз. Итак, водичку мне для варки ньоков, значит, пусть нагревается. Обязательно соль туда нужно добавить. Небольшое количество, да, чтобы не пересолить ничего. Но у нас, я всегда говорю и не устаю говорить, каждый ингредиент в блюде должен быть самостоятельно вкусным. Значит, пока вода закипает, быстренько обязательно лучок, без лука никак. Какие галушки могут быть без лука? Вообще, по идее, самый простейший вариант, бабушкин, да, это со шкварками. Просто все, что было в холодильнике, у нас же как кухня строится. Все, что было в холодильнике, на этом пожарили, это добавили, ничего не придумывали, плиты нормальной не было. Как-то там что-то греется, чугунная сковородка, сальцо свое, свинок в деревнях держат, да. Нам-то городским об этом только осталось размышлять и вспоминать. Я из деревни, в деревне вырос, так с тех пор не ем свинину. Почему? Вот тут даже были комментарии, я читал, что, типа, вот вы не ели, вот вы не любите свинину, потому что вы не ели настоящую. Друзья, ел я настоящую, я до 13, значит, лет жил в деревне. После 13, там, почти до 18, каждые выходные я приезжал к родителям в деревню и помогал, но учился в городе. И, конечно же, я знаю, что такое настоящая свинина. Именно поэтому я ее не ем сейчас, потому что сейчас мы получаем, жаришь свинину, а там аммиак сплошной. Ну, то есть, вот мы как-то однажды делали рецепт и очень удивились, что чем же там вымачивает или накачивает свинью, что она воняет вообще ужасным ужасом. Значит, ну вот более-менее шпик нашел я, хотя это не шпик, а, значит, похоже вот на грудинку, но хотя бы это в перчике, хотя бы это уже засоленное и, соответственно, похоже на сало более-менее. Даже вот, значит, с прослочками. Ого, шкура какая дубовая. Шкуру дубовую. Отрезаем. Пробуйте такие вещи, чтобы потом было не обидно за бесцельно прожитую жизнь. Но по вкусу ничего. Вкусное. Здесь главное, чтобы было именно сало. Ни бекон там сырокопченый, варенокопченый, никакой там грудинка. Должно быть конкретное сало. Значит, смотрите, что делаем. У итальянцев панчетто, поркетто. Идет на приготовление вот таких вот вещей. Значит, нарезаю вот так вот кубиком. Каким угодно. Значит, если вдруг местные не едят, ваши домашние, я имею в виду, не едят сало, значит, помельче придется резать. Если едят сало, значит, режьте покрупнее. Подожгли сковородочку. Давайте так, пусть пока у меня вода закипает здесь. Здесь нужно важно знать, что сделать? Чтобы уже гарнирная часть была готова, потом мы начнем отваривать и прям оттуда сразу в гарнирчик. Все, подаем к столу. Сначала сало. Значит, обязательно чеснок. Чеснока у меня, видите, чернобыльский. Вот один зубчик, как у некоторых, там дома в холодильнике, головка целая такая. Чесночина целиком бывает по весу. Значит, можно вытащить сердцевинку. Вот в случае, если я разрезаю вдоль зубчик, я тогда сердцевинку вытаскиваю. Вот эти все истории про то, что там мол, типа, надо ее вытащить, а то там что-то будет происходить где-то как-то. Тут, знаете, бабка на двое сказала. Смысл в чем? Типа там горечь какая-то, не горечь? Вот вспомните себя, вспомните своих родителей, вспомните своих бабушек, дедушек. Кто когда-либо вытаскивал серединку из чеснока? Да никто никогда этим не занимался. Я же что, ерундой заниматься. Вы спросите кого-нибудь, вам скажут, да что, какой ерундой заниматься это все. Значит, с китайским чесноком, там, вытаскивай, не вытаскивай ее, все равно он у вас позеленеет. Да, вот вы там что-то замариновали, потом курочку запекаете, он у вас зеленого цвета стал. Вот этот не китайский, какой-то узбекский, азербайджанский, не знаю, он не зеленеет. Все. Значит, вот эту штуку, чесночную, вкусную, я довольно крупно нарубил, я это добавлю в самом конце. Значит, пока у меня сало растапливается, о, румянец а тут местами. Красиво. Оно должно быть именно поджаренное, потому что не поджаренное сало. Ну, как вареное, не такое вкусное. Ну, и, соответственно, погнали. Значит, здесь еще у меня мука была. Ничего страшного. Она выдержит томатики. Значит, зимой найти вкусных узбекских томатов анриэл нереально в переводе на русский. Поэтому черри самая вообще подходящая штука. Во-первых, с ними особо заморачиваться не надо, разрезали пополам. Можно выбрать всякие розовые, красные, желтые. Все для вашей цветовой гаммы. По вкусу они одинаковые все, в принципе, довольно сладкие. Поэтому, знаете, без особого здесь изыска. Зимний вариант, в общем. Так, поглядываем, что у нас тут все. О! Ну, вытопилось, подтопилось. Шкварочки у нас получились. Так что я вас не обманул. Картофельные галушки будут со шкварками все-таки. Теперь нужно сюда закинуть лук и убавить огонь. Лук не должен у нас сгореть. Лук томится. Вода у меня уже готова. Я сейчас быстренько томаты дорезаю и перехожу к галушкам. Итак, водица кипит. Берем две маленькие ложечки и погнали опускать галушки в воду. Значит, тут вариантов несколько, но вы можете взять кастрюлю побольше. В принципе, ну, наверное, так будет удобнее. У меня просто занята большая, поэтому варю в какой придется. Быстро-быстро отсаживаем. Вначале сделайте вот что. Возьмите одну, один кусочек теста вот так вот в воду. Опустите, посмотрите, что у вас получается. Если держится хорошо, значит, муки добавлять не надо. Но бывает такое, что, ну, вот прям плохо держится, поэтому, не стесняясь, добавляйте муки, хорошенько вымешивайте. И только после этого уже отправляйте. Тех хард, как в ресторане, дома никто не держит. Поэтому здесь все это такое. По своему мироощущению. Ну все, я уже набил свою кастрюльку полностью. Значит, аккуратно перемешиваем. Вариться им 2-3 минуты. Сильно долго не мучайте. Бедные галушки. Кстати, у кого-то, возможно, бабушки и дедушки и клетками называли эти вещи. Все, шкварки готовы. Смотрите, что я делаю. Врубаю, значит, шкварки с луком. Галушки у меня почти готовы. Здесь все разогревается. Я сюда отправляю томаты. Красивые. Яркие. И начинаю их обжаривать. Лук готов. Значит, кусочки сала уже выжарены достаточно хорошо. Томаты долго жарить не надо. Их нужно всего лишь чуть-чуть дать им... Томатам нужно дать немножко возможность пустить сок. Все, как только все зашкварчало, сразу же сюда отправляем. Чеснок. Чеснок. Перемешиваем. И сразу же, как только-только чеснок дает свой аромат, пора. Пора отправлять сюда. Наварились-то как они. Теперь что делаем? Вот так вот шевелим. Шевелим, шевелим. Слегка как бы перемешиваем. Но очень аккуратно, чтобы и галушки было видно, и помидорки. Да вы что, аромат-то какой. Шикарный. И сальса здесь. И вот эта вот томатная кислотность. Томатная кислота. Они тут же быстренько впитывают жир, влагу. Но влаги, в общем-то, здесь и нету много. Главное, что здесь у нас есть жир, который из сала вытопился. Вот он самый вкусный. Аромат шикарный. Теперь травки-муравки добавляем обязательно. Ну как травки-муравки? Зеленый лук. Там у нас лук есть. Здесь лук. Все, что есть под рукой. Перчик слегка освежили. И прямо в сковородке ставим на стол. Ложку большую даем, чтобы каждый себе накладывал и ел. Потому что это вот подача там авторская, еще что-то нет. Это домашняя еда, вкусная. Быстро приготовили, быстро поставили, в секунду съели. Кстати, я это блюдо готовлю всю неделю своим родственникам. Едят только его. Больше ничего не едят. Вы вот, вам называешь, типа там, галушки. Вы не смотрите. Нафиг никому не надо. Называешь, я, называешь, я готовила эту всю неделю или прошлый месяц. Мой муж ничего не ест, кроме этого. просмотров в два раза больше. В три раза, в четыре, в миллион раз больше. Удивительно, но факт. Поэтому вот это блюдо уже пятый день готовлю, уже остановиться не могу. Давайте, пробуй. Пора. Так, томатики. О! Ммм. Что может быть проще? Что может быть проще по вкусу, по приготовлению? Вообще, горячая только. Но, хочу сказать, что тесто с салом великолепно. Можно просто кусок хлеба, кусок сала, помидорки в рот. То же самое здесь, только технологический процесс другой. Главное. Даже макароны, кстати, тоже сюда же, в эту же историю. Супер. Да. Пожалуйста, готовьте. На здоровье. Знаю, там есть предубеждение по поводу того, как говорить можно, нельзя. Пожалуйста. Приятного аппетита. со всеми прошедшим праздниками. С наступающим летом вас. Ну, еще не скоро будет, но все равно же классно. спасибо, что досмотрели. Приятного аппетита. Пока. пока. С наступающий праздник.